Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем выживать на Марсе. Ну что ж, наконец-то можно сказать, что мы пришли к тому, что всё вроде хорошо. Еда потихоньку растёт, она, конечно, сейчас не в большом количестве, но это просто потому, что урожай ещё не дозрели, они вот-вот будут готовы, и эта еда отправится на склад. Чудеса науки тоже работают, у нас теперь наконец-то есть нормальное количество металлов, драгоценных металлов, бетона, в общем, всё, что нам нужно, имеется. Наверное, нам необходимо только добавить каких-то заводов, которые помогут нам производить полимеры, помогут производить запчасти, помогут производить электронику. Ну, собственно, с топливом, я думаю, мы тоже разберёмся, это не проблема, построить какой-нибудь топливный завод, и будет нам счастье. Чем я сегодня планирую заняться? Я, наверное, хотел бы, ну, понятно, что по инфраструктуре немножко поработать, посмотреть, что у нас тут, к чему, возможно, что-то изменить, что-то поправить, но в большей степени мне бы хотелось бы посмотреть на то, что у нас там всё-таки под землёй, что у нас там на астероидах, в общем, будем к этому двигаться. Я сейчас планирую добавить ещё одну штукенцию для посадки, потому что, ну, потому что нам она нужна, а здесь говорят неровная поверхность, да, почему-то. Давайте эту неровную поверхность выровняем, ибо нам бы пригодилась здесь всё-таки ровная поверхность, что говорят, ну, вот так вот сделаем, чтобы привести в порядок. Я, если честно, не вижу этой неровности, но, наверное, она всё-таки есть, раз игра нам говорит, ну и в целом будем уже, наверное, ставить ракетодром, строить вот эту вот хреновину, которая путешествует на астероида, потому что, я так понимаю, именно из-за её отсутствия у нас нету вариантов на какой-то астероид съездить. Ну и попробуем какие-то технологии в этом направлении тоже изучить. Надо вот здесь прокачать улучшения, которые уменьшат количество работников, нам столько не надо, дроны у меня заказаны в количестве 30, и пока что не очень хорошо с электроникой, как у нас дела вот здесь. Ну, дела таковы, что людей просто не хватает, не знаю, надо, наверное, ещё купол один будет подстроить. Хочу я его всё-таки где-то вот здесь вот увидеть, и вот сюда подвести, и вот сюда подвести, наверное, и, собственно, заселить людьми, в том числе построить там парочку заводиков, для того, чтобы мы могли произвести ещё запчастей и всего остального. Ну и, может быть, где-то ещё вот эту вот историю я бы тоже добавил. Хорошо, что у нас по технологиям? В целом, сейчас достаточно много всего стоит на изучении, но это, на самом деле, нам нужно. Как только мы это сделаем, мы сможем с вами поставить что-нибудь ещё. Что вот это нам даёт? Улучшение астероидного червенака, расширенный трюм, увеличивает грузоподъёмность на 45 тысяч килограмм, и расходы топлива на 20. В целом, нормально звучит. Что вот это такое? Микрогеретационный автоэкстрактор. А, так это вот этот, наверное, модуль у нас лежит, который позволяет добывать ресурсы и воду на астероидах без участия рабочих. Собственно, звучит тоже интересно. Улучшение солнечных панелей. Ну, тоже всё прикольно. Строить под землёй поезда. На самом деле, насчёт поездов, я их прям поставлю сейчас, есть интересная история. Мне в комментариях написали, чего я не знал. Оказывается, мы можем строить станции от куполов и тем самым довозить людей до мест работы. То есть, если мы хотим вот здесь, например, что-то добывать, не обязательно купол строить. Так же, как и вот здесь не обязательно было это делать. Мы могли просто подъехать на поезде, высадить рабочих, они бы поработали и уехали обратно домой. Сколько у нас ботаников-то надо ещё? Ботаников ноль почему-то до сих пор, да? Странная история, видите, да? К чему я клоню. Мы вроде это обсуждали в прошлый раз. Наверное, именно людей не хватает. Что у меня по безработным? Бездомный один, безработных 14. Ну, странно, не знаю, почему так. Не могу понять, с чем это связано. Как бы вот, пожалуйста. Идите, как бы и работайте, да? Здесь мы тоже открыли. Ну, часы я не буду уж увеличивать. Это, мне кажется, перебор. Вот эту штучку открыть. Ну, тогда могут вот отсюда убежать. Не хочу я с полимеров терять людей. Пускай полимеры производятся. Значит, что можно сделать? Заказать купол прямо сейчас, да? Наверное, это здравое решение. Заказать купол и начать что-то строить. Ну, бездомных просто некуда селить. Я бы, наверное, сюда бы всё-таки фермы строил. Мне кажется, это адекватно звучит в данной ситуации. Понятно, что фермы могут быть снаружи. Снаружи не хочу, хочу внутри. Значит, давайте выберем, что у нас тут есть по куполам. В принципе, всё понятно. Но не вмещает высотку. Купол мне не нравится. Жилого места меньше, треугольный купол. Блин, не знаю, наверное. Я бы построил мега-купол ещё один вот сюда. Но здесь ЦУ-дронами нет. Давайте как раз этим займёмся. В целом у нас есть такая возможность. Мы просто поставим ЦУ. Поставим вот эту вот хрень, которая расшаривает это всё дело. Вот до сюда. Ну, в принципе, можно и сюда поставить, да? По большому счёту, кто нам мешает. Кстати, а я здесь не поставил почему-то переезды. Переезды тема нормальная. Сейчас я найду их только вот они здесь. Вот сюда переезд один. И вот сюда второй, чтобы они могли спокойно кататься. Единственное, всё-таки, наверное, адекватнее ставить ЦУ вот здесь. Знаете почему? Потому что я до складов буду дотягиваться. Да, вот даже вот сюда я бы поставил. До складов дотянулись. Соответственно, вот здесь расшарили расстояние за счёт станции новой, да? И можем спокойно сюда строить. Плюс ресурсы возятся, да? То есть, в принципе, нас такой вариант устраивает. Давайте, наверное, тогда так и поступим. Единственное, что... Блин, я не знаю даже. Ну, надо вот так ставить по-любому. Где-то вот здесь. Да всё, сюда ставим. Да и не паримся. В целом сейчас всё хорошо. Можно там ещё лишний добавить. Это не проблема. Дроны производятся. Если нужны они будут. Они, скорее всего, будут нужны. Ну, и сюда подводим электричество, да? Например, как-то вот так. Вот этот хвост я бы, пожалуй, убрал. Ну, и потом... Потом... Охрененно я убрал хвост. Потом я бы добавлял бы тогда сразу эту штуку. У нас вроде ещё этих есть. Вот этих вот кристальчиков. Мы их сейчас тоже используем. Там два надо. Это не так много. Давайте сразу же поставим эту штукенцию. Она у нас называется... Как, напомните мне? Ретранслятор. Ретранслятор. То есть, если вот эта штука дотягивается, то можно построить куда-нибудь вот сюда, например. Ну, чтобы вот здесь уже сильно не пересекаться. Смысла нету. Ну, вот так вот, грубо говоря. И, пожалуйста, вам строите купола в любом количестве. Хорошо, договорились. Так и поступаем. Сюда ставим эту штуку. Сюда подводим электричество. Ну, и дальше двигаемся по намеченному плану. Я вот всё думаю. Может быть, мне как-то вот здесь освободить место для того, чтобы сюда построить... Построить сюда ещё одну лабораторию. Блин, а у меня учёные закончились. Инженеры, это, конечно, классно. Ну, давай науку всё-таки сюда добавлять. Потому что что-то подвымерли, видно, они, скорее всего. Ну, такое бывает. Возраст, все дела. Здесь, кстати, ещё у купола вот эта штукенция есть. Поэтому здесь вообще комфорт, наверное, нормальный. Безработные 9 человек. На самом деле, странная история, безработные. Чё вы хотите вообще? Чё-то хотите? Покупки, игры, отдых, еда, общение. Ну, давайте вам чё-нибудь поставим такого вот, чтобы вы радовались. Потому что, когда вы радуетесь, вы рождаете новых людей. А это, соответственно, новые руки рабочие, которые... Да что ж такое, я сегодня не могу попасть. Которые у нас пойдут куда-нибудь... Еда, общение, пища. Вот сразу всё. Вот сюда не ставим. Здесь у нас будет эта штучка. Здесь кафешка вообще одна уже есть. Но будет вторая. Ничего страшного. Чё вам ещё такого вкусненького добавить? Мастерская и телестудии. Не знаю, наверное, я бы уже построил бы не мастерскую и телестудии, да. А вот эти вот штуки, которые двигают нас к... Как там это называется? К вехам, да, я так понимаю. Только не вот сюда, а вот сюда. Где там это было? 40 рабочих мастерских. В общем, посадить дерево на поверхности Марса. Первый дождь. Короче, тут ещё много чего. Мы над этим будем работать. Ну, вы поняли. Короче, мастерская. Та или иная, чтобы она нам помогла как-то дальше двигаться. Чё у нас, кстати, по госпиталю здесь? У меня здесь целая больница. Ну, в целом, здесь всё нормально. Не забито. Космобар, общение, отдых, выпивка. Покупки мы сделали, да. Покупки мы сделали. Ну, пока что, наверное, давайте остановимся. Надо ракеты заказывать. Надо продавать ресурсы. Грузовая ракета. Чё нам повезёшь? Повезёшь вообще чё-то или нет? Я не вижу, наверное, смысла. Координатор. Вот это вот всё нам не надо. Просто запустить. Просто запускаем ракеты. Вот так вот грузовые запустить. Грузовая ракета запустить. Есть ещё или у нас всё? Всё. У нас три ракеты. Запускаем. Сейчас будем продаваться, потому что 238 уже скопилось. Но, наверное, это улучшение я рано или поздно сделаю. Но это, конечно, имба на самом деле. Вот эти штуки. Мне они нравятся. Хотим ли мы вот такую штучку ещё одну построить в плане озера? Да, наверное, пока не буду торопиться. Вода не бесконечная. Так, чё у нас с водой вообще? Вот здесь. Вот здесь. И всё. И всё на самом деле, да. То есть, на самом деле, ситуация такая себе. А вот здесь какое месторождение? 10 тысяч. Ну, приличное. А вот здесь какие месторождения у нас? Давайте глянем. 53, 10. Ну, тоже неплохо. Конечно, здесь 73, но тем не менее. 78 даже. Тем не менее. Всё равно. У нас, кстати, вот такая вот штучка изучилась. Давайте посмотрим. То есть, здесь теперь меньше людей требуется. А, нихрена. Это надо сначала построить. Ну, подождите. Давайте сейчас мы это сделаем. Но только после того, как я сделаю купол. И мы с вами уже, наверное, поставим новые заводы по электронике. Может быть, даже людей залезём, чтобы чуть пошустрее это всё дело развивалось. Давайте купол, мега-купол. Вот сюда мы его ставим. Должен он подключиться. Здесь он тоже подключится. Здесь можно ещё эти минеральчики подобывать. Ну, понятно, что пока целодронами не подключено. Но, тем не менее, ставим. Чё, мне тут выровняли или не выровняли? Я так и не понял. Давайте посмотрим. Можем. Можем, да. Можем, получается. Давайте тогда раз. И давайте два поставим на всякий пожарный. Вот так вот. Я думаю, что нормальная будет тема. Здесь как раз у меня много складов. Быстро разгружаться можно. Всё это рядышком находится. С кайфом. Ни хрена у меня металла. Вот это я понимаю. Вот это нормальный ресурс. Пошли. Это, конечно, моё почтение. В общем, такая штука мне нравится. Жалко, что чуть раньше её нельзя было изучить. Но, на самом деле, можно. Жалко, что чуть раньше я её не изучил. Сажаем все три ракеты сразу же. Да, возможно, у нас скоро появится возможность купить ещё одну. Когда будет денежка. Нельзя почему-то увеличить количество груза, которое они возят именно в виде редких металлов. На самом деле, непонятно почему. А может быть, мы увеличили. Может быть, изначально и 15 было. Я хрен его знает, если честно. Ну, короче, суть в том, что 30 маловато. Хотелось бы чуть больше. Не забываем кнопочку нажимать вот сюда вот так вот. Чтобы они прям одуплились. И поехали работать. Всё. Пошла работа. Сейчас туда ресурсы отвезут. Ну, как туда? Вот сюда отвезут. Электроники здесь мы мало держим. Ну, и хрен ты с ним, в общем. Но всё равно электроники у нас не хватает. Кардинально надо это вопрос закрывать, конечно же. Так, здесь у меня какое-то место, что ли, осталось? Или что? Может, цветочки хотите там? Не знаю. Вам что нравится-то? Да, вот такие вот штучки поставим сюда. Сюда в целом тоже можно. Сюда даже вмещается что-то из трёх. А, нет, не вмещается. Не вмещается. Поставим им тоже цветочки. Хрен ты с ним. Пускай будет. Я думаю, им понравится такая история. Всё, кубол потихоньку устроим. Сейчас ресурсы пойдут в расход. Единственное, что полимеров, опять же, у нас немного. Надо будет добавлять. Наверное, где-то здесь я добавлю. Посередине вот этого всего. Трубы подключим. Пускай они здесь производят. Потому что инженеров я тоже планирую количество увеличить. Ботаники у меня обучаются. Давайте здесь сделаем авто. Потому что ботаники вроде как бы уже и не нужны. Будут в таком количестве. Исходя из того, что мы сейчас сделаем вот эти улучшения. Учёные тоже появились в нужном количестве. Ставлю здесь на авто. В общем, уже поставил точнее. И ждём, ждём остальных работников. Так, ну, короче, сейчас инженеры по большому счёту понадобятся. Чё, уже загрузили что ли? Ну, вы молодцы, получается. Вы молодцы, получается. Ракеты отправляем. Здесь у нас тоже загружено. Почему это не? А, она в конце просто. Всё, полетели. У нас ядовитый дождь. Импортировать парниковые газы. Не понял, а я делал, да? У меня четвёртая ракета есть. А, вот оно чё. Ну и замечательно, на самом деле. Сейчас ещё раз её отправим. Хорошо, продолжаем вот эту вот штучку набирать. Слушайте, а почему? Вот это начинает тоже сейчас набираться. Я что-то построил с этим связанное. Вроде не строил. Ну, видно было, что сейчас скакануло чуть-чуть вперёд. На вот этот вот десятую процента. Не понял я. Не понял. А вот сейчас уменьшилось. Ага. Странная история. Надо с этим тоже что-то делать. Я имею в виду какое-то здание изучать в этом направлении. А чё мне с едой произошло? Ну, сейчас опять же урожай соберут. Всех накормят. Да, здесь много будет урожая. И будет нам счастье. Стройте, короче, купол, чёрт вас возьми. Будем мы сюда добавлять заводики. Сейчас вот сюда дронов развернём. Потому что здесь они точно понадобятся. Я все, что есть, разворачиваю. Пускай побыстрее катают. Сейчас ещё произведём, если чё. Ну, опять же. Всё, в электронику упираются. Это, в целом, наверное, последняя наша глава, так скажем, в производстве ресурсов. Сейчас будем склады настраивать каким-то образом. Возможно, даже большие склады сюда поставим. То есть, металла у меня здесь. Это бетон. Металл у меня здесь. Нет, это не металл. Где металл? Вот. Ну, сюда тоже возят много. Так что с металлом проблем никаких нет. Ракета прилетела. Приземляемся. Наверное, отправляемся снова покорять планету. Покорять планету. Да, что-то здесь уменьшается. Я не очень понимаю, с чем это связано. Разжижение атмосферы. 0,074 в Сол. Не очень понял. Что-то ещё, блин, этот бомбанул. Ну, ладно, сейчас мы это всё починим. Это уже не проблема. Надо где-то, может быть, дронов добавить. Слишком много сообщений. Ещё дронов уничтожил этот метеорит. Не очень приятно. Научную поддержку хочу взять. Сторонние за миллиард хочу. Потому что сейчас 3 миллиарда мы завезём обратно. Так что это окупается. А наука нам сейчас нужна. Ребята вроде обучились. Сейчас пойдёт жара. Плюс технология, которая помогает нам. Где она? Вот это, да? Нет. Вот это как раз и изучается. 9 тысяч. Стоило. И сейчас достаточно быстро закончится. Плюс ещё нам дадут. Давайте засечём сейчас момент. Не знаю, успеем ли засечь. Опять говорят, еды не хватает. 350 единиц. Ну, короче, не успеем мы, наверное, засечь. Потому что ребята на работу ещё не пришли. Чтобы посмотреть. Сейчас 1700. Но это за счёт того, что вот я взял специалистов, сторонних организаторов. Там колонисты-гении и так далее. В общем, вся вот эта история. Я здесь так прокачал, что у нас, возможно, колонисты-гении будут появляться. Модификация лаборатории изучена. Всё. У нас сейчас пойдёт дополнительный 25%. Мне надо здесь что-то делать? А, усилители. Делаем усилители тогда прямо срочно. Потому что эта тема нормальная. Вот 4000 идёт. 4000 это охренительно. 4000 мне нравится. Чё-то опять с водой у нас какая-то беда. А, потому что здесь пробили. Пробили дно. Дайте-ка я вам помогу. Знаете, что сделать? Где ты у меня? Вот этот братишка вот отсюда повезёт шлак вот сюда. Потому что чё-то как-то, блин, отсюда вообще не перемещаем. А, ну правильно, я склад-то удалил. Вот и не перемещаем. Ну, ничего страшного. Значит, я помогу вручную. Это не проблема. Эти ребята теперь собирают больше. И такое мне нравится. Полимеры пошли в расход. Давайте добавлять, наверное, заводики тогда. Получается полимерные вот сюда. Где у меня тут подключение-то есть? Ну, там труба, это не проблема уже. Так, вот сюда я добавлю пересечение трёх куполов. И хорошо. Давайте добавим ещё два завода. С учётом того, что это базовая производительность учитывается изначально. А мы потом это всё прокачиваем. Поэтому тупо добавляем. Тупо трубопровод делаем. Вот так вот. И здесь соединяемся вот так вот. Отлично. Всё, это скоро заработает. Ну, возможно, кто-то даже сюда придёт. Работает. Здесь всё равно на авто стоит. Какие-то инженеры обучаются. Сколько надо кого? Инженеры, геологи. А зачем мне столько геологов? Я не очень понимаю, на самом деле. Так, это мы прокачали. Здесь всё хорошо. Чё ещё? Вот это мы прокачали. Ну, 1500 науки. Нормально всё равно. 5000 науки. Достаточно быстро даже вот эти вот затратные исследования будут изучаться. То есть за 4 соло вот такое мы изучим. Нормальная тема. Грузовая ракета. Приезжай. Ничего не буду брать. Ничего не буду брать. Просто запускаю. Сейчас все ракеты домой. Ну, как домой? Уже домой, наверное. Потому что, мне кажется, у нас тут нехреновые условия. Запускаем, продаём. Потому что 240 ещё это много. Понятно, что сейчас пойдёт расход именно в формате производства. Я вот сюда 30 поставлю, чтобы здесь постоянно поддерживали количество. Всё равно очень важные исследования, связанные с вот этими шаттлами. Нам они очень сильно помогут сейчас. Ну и надо что-то ещё запускать. Давайте подумаем. Если мы хотим двигаться в сторону подземелья. Купол мы изучили. Вот это что такое? Центр анализа данных. Способствует поиску астероидов. Давай вот это берём. Это дёшево. Вот это что такое? Улучшение солнечных панелей. Улучшенная фото... Вольфтик... Таитика. Господи, что за слово? Повышает выработку энергии на 100%. Улучшение госпиталей и медпункта. Повышает восстановление здоровья и душевного равновесия. Тоже дешёвое. Это мы за один сол две технологии сделаем. Вот вам и проблема на самом деле нарисовалась. Потому что я ракету загружаю сейчас на очередную аномалию планетную. Давайте добавлять тоже и топливо. Единственное, что по воде-то мы вывозим. Пять единиц. Пять единиц. Да, вот здесь мы не ставим, да? Почему-то. А почему-то здесь стоит. А там тут нет. Или я криво построил, да? Да нет, они вряд стоят. А почему так работает? Странно как-то. Ну-ка, погоди. Ну да. Не встаёт. Смотрите, вот здесь встаёт, типа, вот эта, да, штука. А также вот эта не встаёт. Почему? Я не очень понимаю. Электричество. А, там энергия, типа. Типа, можно вот это вот подбрить, сюда поставить. Ну, было бы удобно просто, чтобы это здесь находилось. Давайте, наверное, ничего страшного. Это быстренько переделается. Я вот так вот удалю сейчас вот этот вот провод. И вот этот вот провод. Понятно, да, энергию отключили. Ничего страшного, не ругайтесь. Сейчас быстренько поправим. Ни хрена не поправим, потому что не ставится сюда. Ну, ладно, сейчас поставим в другое место. Ничего страшного. Ну, и хотелось, хотелось здесь. Я и поставлю здесь. Только с другой стороны. Вот так вот. Вот так вот поставлю. Хотя нет, все правильно, давай так ставить, не буду я ничего больше удалять, надоело просто, если честно, эта фигня. Вот сюда мы ставим раз, вот сюда мы ставим два, и вот сюда мы ставим... Нет, три пока не ставим, давайте два, потому что все-таки еще стоит понимать, что у нас при этом тратится вода. А вода нам очень нужна. Я совсем забыл, что топливо еще на полимеры идет, поэтому все правильно, что я добавляю. Вот это вот делаем, да, вот это вот, я сказал делаем, вот это вот делаем, и это все делаем. Давайте топливо производите, здесь вот это тоже делаем. А где у меня еще? Вот тут. Вот тут делаем тогда. Надо начинать производство увеличивать. Давайте вот здесь добавим, вот здесь добавим. Ну, электричество еще и скушают, ничего страшного. Полимеров нету, потому что все сюда идет, еще десяточку надо завести, и будет нам счастье. Дроны вроде катаются, ресурсы возят. Шаттлы не успевают, наверное, сюда доставлять. Хотя нет, успевают, топлива для них просто нету, вот в чем проблема. Я только сейчас понял, что у нас какой-то теперь ядовитый дождь через один сол. Раньше такого не было, видно, мы так терраформировали все, что теперь вот такая вот фигня. Ну и окей, ничего страшного, нормальная тема, значит движемся вперед. У нас тут трава-то вообще растет или чего? Ну вот видите, все зеленее и зеленее становится эта история. Я тогда здесь кусок травы увидел где-то, ну вот она типа, и все. Три ракеты прилетело, кстати, надо посадить. Сейчас мы их организуем, им посадочку вот сюда, загрузим. Можно как-то организовать уже, спасибо большое. Загрузим это все опять же деньгами, повезем домой. Не знаю, можно, конечно, подвезти каких-то ресурсов, помочь чисто, но смысл какой? Вот смотрите, что происходит. Все есть, надо только произвести. Единственное, что, наверное, здесь склад для топлива нужно сделать, да, потому что иначе они не будут возить туда на производство полимеров. Давайте здесь сделаем складик-то один. Скажем, что здесь нам надо держать какое-то количество типа 30 и вот сюда доставлять. Ну, что сюда вроде доставили. Хотя странно, шаттл, да, наверное, доставил. Не знаю, я здесь улучшение уже поставил, ну, как бы между делом. Что вам об этом говорить? Я думаю, вы и так понимаете, что я такие кнопочки нажимаю. Ну, сейчас улучшения пойдут везде, сейчас кончится вот эта вот история. Но я надеюсь, что мы ее еще произведем. В целом на 10 в плюсе мы постоянно, но явно этого не хватает, хочется больше. Наверное, все-таки ошибку я сделал, надо было немножко помочь в производстве. Вот у нас кислотный дождь. На что он влияет вообще, я не очень понимаю. На то, что не может расти ничего, да, типа снаружи, ну и пофиг совершенно. Короче, ошибку я сделал, чтобы ресурсов не завез, потому что, ну, как бы надо было помочь сейчас, да, типа, чтобы пошустрее все это сделать. Потому что сейчас полимеры уходят в безумном количестве, я это понимаю прекрасно. Да и топлива не хватает, потому что улучшить не можем. Вот эту вот всю историю, как бы не хватает, опять же, ресурсов. В общем, ну, вы понимаете, что на что. К чему я клоню? Но топливо у нас теперь будет производиться в пяти зданиях. Я надеюсь, что этого будет хватать, потому что сейчас еще и шаттлов мы количество увеличим. И плюс мы сделали больше полимерных заводов, видите, они пока работать нормально, адекватно не могут. Посмотрим сейчас, как только все действительно запустится, как только люди переедут еще и в этот купол, в том числе. Возможно, я завезу даже кого-то, возьму чисто инженеров, для того, чтобы побыстрее это расшарить. И плюс заводики, когда я построю вот такие и электроники, чтобы они быстро начали работать. Денег у нас дохренища, могу еще раз взять вот это? Пока не могу, очень жаль. Так, мы изучили с вами технологию, да, получается. Это у нас что? Это у нас грузоподъемность шаттлов. Дальше у нас едет с вами вместительные ангары, для того, чтобы шаттлов было больше. Ну и вот это вот все такое недорогое мы с вами возьмем. Надо вот это тоже брать. Ну, сейчас нельзя как бы ломиться туда. Вот это, на самом деле, тоже прикольная тема. Да все прикольное. Это мы смотрели, да, с вами. Уменьшает потерю душевного равновесия под землей. Ну, мы по-любому будем строиться под землей, я вам точно говорю. Но только надо немножко подождать, чтобы мы имели все необходимые для этого возможности. Короче, я отправлю ракету, надоело ждать. Я помогу немножечко нашей колонии, чтобы она могла вот получить сейчас вот эти все ресурсы. Давай сюда 65, давай по 70, пофиг полностью, по 75. Нормально, бабосик есть, сейчас еще ракеты улетели. Да, вот это сейчас долетает. А, нет, это парниковые газы. Значит, все уже долетели, 3 миллиарда. Ну, нормально, странно на самом деле. А, ну еще вот эта ракета не улетела, потому что топлива не хватает. Ну, так как я сейчас ракеты начал туда-сюда пускать, вот вам и топлива не хватает. Вот, импортировать парниковые газы. Почему вот это вот падает, я не очень понимаю. Ноль в соот, генераторы углекислого газа, да. А вот это что у меня такое? Я что-то совсем забыл уже, как это работает. Парниковые. А, мне надо именно это. Комета на примете. Что у нас тут? Углерод, водород, кислород и азот. Это строительный материал всего живого. Согласно отчетам обнаружена комета, которая содержит все эти вещества. Мы сможем заполучить их, если сумеем перенаправить комету к поверхности Марса. Самый простой способ создать взрыв в космосе. Отправить экспедицию, заложить топливо и взорвать. Получим 2. Ракета-носитель или астролог за 200 миллионов. У меня есть идея, как ускорить процесс. Получаем вот так вот. Ну, давайте тогда лучше вот так вот. 1% нам тоже не помешает. Я что должен сделать? Просто подождать, да, я так понимаю? Ну, вот у меня и подходят к концу здесь металлы. На самом деле, это хорошо даже. Можно это все будет сносить потихонечку. Я думаю, что от этого купола я отказываюсь. Плохо, что я не знал, конечно, историю с поездами. Но теперь буду знать. Возможно, где-то еще используем. Пока не очень понимаю только где. Но, тем не менее, сколько здесь это у тебя? Ну, 630. Можешь спокойно добывать. Что-то здесь не ремонтируется. А, ну правильно, нет запчастей для этого. Я думаю, что сейчас мы создадим эти условия. Так как мы очень много топлива тратим. И полимеры плохо производятся. На самом деле, есть такая штука, что космический лист можно просто сделать. И мы не будем тратить топливо на ракеты. Ну, может быть, только если для того, чтобы летать куда-то, например, на аномалии. Почему вот это не работает? Я не очень понимаю. Требуются семена. Так, и в чем проблема тогда у нас? Мы не можем сюда семена доставить, да? Почему? Потому что у нас здесь нет склада, да, который эти семена держит. Хотя, странно, вот здесь семена быть должны. Интересно, интересно, что я могу сделать тогда с этим? Я, походу, понял. У нас склада семян нету вот тут. Вот в чем проблема. Давайте его сделаем. Я думаю, что маленького должно хватить. Вот сюда мы его приделаем, и будет нам нормально. Все, сейчас дроны поедут и будут вывозить семена, а шаттлы будут увозить туда, где это нужно. Теперь вопрос снят. Мертвые колонисты по классике. Купол построился. Единственное, знаете, что я сделал? Я затупил очень жестко. Зачем я так построил? Как я буду теперь переход-то строить? Или у меня получится? Ну, охренеть теперь, блин. Ну, вот это, конечно, я могу. Это я умею. Придется переделывать. Короче, нагружаю эту ракету тоже металлами. Пускай продает. Нам прилетели запчасти, которые нам помогут сейчас немножечко ускориться во всех направлениях. Просто миллион бетона уже, понимаете? Почему не ремонтируем-то? А, полимеров нет. Ну, сейчас приехали полимеры, поэтому голову не делайте. Все будет нормально. Так, убираем вот это вот лишнее, да? Утилизация получается. И смотрим, так получается у меня провести эту штуку? Или не получается? Вообще, надо было им сделать какие-то подземные ходы для этого. О, напрямую вот так вот, да? Да и пойдет. Или вот сюда? Сюда, наверное, не очень. Хотя тоже нормально. Хотя тоже нормально. Давайте вот так вот сделаем. Будет у нас соединение. Но завод полимеров мы, конечно же, возвращаем. Тут без вариантов. Конечно, накосячил я. Чего же поделать бывает. Вроде по воде пока справляемся. Плюс я там делал уже улучшение добытчиков. Я хочу еще одно соединение, как я и говорил, вот здесь. Блин, почему они так по-дебильному делаются? Ну, ладно, давай вот так. Здесь переход сразу организовываем, чтобы было. Заводим, достраиваем, улучшаем. Смену здесь, наверное, сейчас будем открывать. Что с едой? Да, все хорошо с едой. Все хорошо с едой. Микросхемы приехали. Понятно, что сейчас мы их будем тратить. Так, в итоге, это мы пока не отремонтировали, но сейчас сделаем. Значит, здесь у нас 2-3 смены. Здесь у нас 3 смены. Ну да, все, надо просто новые заводы добавлять. Договорились. Давайте начнем именно с них, а потом уже все остальное приделаем. Хотя, можно, в принципе, заказать изначально домик. Домик вот такой, вот такой. Наверное, 2 хватит. Они тоже стоят микросхем. Высотку сюда. Мне нравятся все висячие сады, чтобы они себя классно чувствовали. Стоят и не так дорого. Полимеры тоже в наличии. Аркология вмещает людей. Да пофигу на это, на самом деле. Можно еще один купол приделать. Ну и не забываем про заводы, само собой. Давайте пойдем по порядку. Только немалые. Нахрен нам ваши малые. Завод электроники. Я бы в идеале, конечно, 2 бы строил. Но начнем по одному заводику делать. Потом будем уже просто добавлять. Я отправил, в общем, обратно ракеты. За деньгами. И пока что больше не планирую ракеты обратно возвращать. Пока мы производим топливо для того, чтобы у нас все работало. Ну и ждем сейчас строительство вот этого всего. Сюда уже кто-то заселился. Здесь кого-то обучаем. В общем, все у них нормально должно быть. Так, и надо не забыть про вот это. Потому что, ну, а за хрена я это иначе изучал, да? Нам это нужно точно. И можно будет фермы еще добавлять просто-напросто. Все люди, которые освободятся, они пойдут поработать где-то в другом месте. Думаю, что план отличный и надежный. Так, это заработало у нас все. Да, это у нас все заработало. Семена мы складируем теперь вот сюда в том числе. Да, и куда-то их увозим. Ну, замечательно. Еда тоже копится. 600 единиц. Это отлично. Люди пока не очень растут. Ну, может быть, я не знаю, с чем даже это связано. На самом деле, вот сюда еще надо что-то добавлять будет. Подумать, что они хотят там, посмотреть. В целом у них более-менее все нормально. Там, за исключением настроя. Но это не такая большая проблема. Все, домики готовы. Остается заводы построить. И будет дело в шляпе. До свидания, бетонный экстрактор. Ты нам отличную службу послужил. Больше ты нам не требуешься. Мы тебя, конечно же, разбираем. Хвосты лишние убираем. Отлично. Что у нас тут? Тут осталось совсем чуть-чуть. Три смены пашут. Надо отсюда людей как-то переселять, да? Надо их переселять. Ну, короче, вот это будет уходить вообще от нас. И будут люди все ехать вот сюда. Потому что, ну, зачем нам там люди? Что здесь у нас? Смена забилась. Вот странно. Все равно 21 без работы. Если так покликать, то они как бы везде, да? По чуть-чуть. Я не знаю. Я не знаю. На самом деле, как это работает? Может быть, мне надо станцию поставить, да? То есть, вот, грубо говоря, вот сюда ставлю. А зачем, да? Смысла нет. Они в купол переходят или не переходят? Я вот тоже не совсем это понимаю. То есть, как это работает. Но хрен ты с ним. Надеюсь, что... А вот, погоди, есть такая станция. А, это станция поменьше, да? Я вас понял. Заводики построились. Надо сразу же улучшения здесь прожимать. Я думаю, что сразу открывать вторые смены. Для того, чтобы это все дело прям производилось. Университеты работают. Значит, все хорошо. Значит, люди обучаются. Отлично. Ну, мы ждем тех еще беженцев, которые уедут из того купола. Добудьте нам металл. Хотя, в принципе... А нахрена вот он нам, да, здесь? Вот согласитесь. Но он нам не нужен. Ребята, короче. У нас переселение. Давайте, все. Уезжаем отсюда. Ну, к хреновой матери. Вот это все удаляем. И сейчас на шаттлах вас, ребята, отвезут в другой купол, где вы будете жить. Как только это переселение-то устроит. Давайте скажем, что здесь вообще никого не надо селить. Вот так вот. И посмотрим, что произойдет. Вот так вот. Применить. И закрыть. Назад. Давайте смотреть, получится ли что-нибудь с этим сделать. Ну, сейчас должны по-любому их забрать каким-то образом, я надеюсь. Да, ведь шаттлы должны этим заниматься. Но будем надеяться, что да, что они просто не подохнут. Блин, вот я красавчик. У меня же гребаная буря. Я им удалил тут все, они сейчас затухнут. Блин, вот это я затупил. Ну, это я могу, это я умею. Ну, такое бывает. Ладно, чего уж вы. Не начинайте. Давайте вернем им какую-нибудь кафешку, чтобы они пока попитаться здесь могли. Ну, потрачу я ресурсы. Ладно, там бетон как бы. Да пофиг на это совершенно. Сейчас я им еще квартирку верну. Наверное, две придется возвращать. Шаттлы-то не работают во время бури. Вот в чем прикол. И как бы, соответственно, никто улететь не может. А если они сейчас подохнут, будет неприятно. Короче, я здесь их накормил. Домики им построят. Которых у нас, ну, в принципе, и не было. Не тот сегмент на карте, чтобы у нас были какие-то проблемы в этом плане. Сейчас главное, чтобы буря закончилась. И все будет отлично. Как здесь дела? Здесь заселились. Ну, как заселились? Заработали? Заработали. Ставим им смену. Ставим им смену. Туда они пока могут ходить развлекаться. Сейчас мы будем тоже что-нибудь здесь добавлять. Шаттлы заработали. Можно людей забирать. Все, можно это не достраивать. Давайте, ребятки, валим отсюда нахрен. Потому что нам все, здесь больше ничего не надо. Мы уезжаем. Приходите, вот, пожалуйста, садитесь и сваливайте к чертовой матери. Давайте-ка еще купим немножечко науки. Вот так вот. Сейчас почти изучили шаттлы. Пойдем по дешевым технологиям. Пройдемся, да? Вот. Наверное, всякие вот эти можно будет поизучать. Хотя не знаю, насколько в этом есть смысл. Пути легче ремонтировать. Я поездами все-таки решил не особо увлекаться. Это у нас что? Ночные смены трудоспособности всех колонистов повышается. А у нас есть ночные смены. Теперь, поэтому я, пожалуй, возьму. И вообще можно было попробовать забомбить себя немножечко астероидами. Ну, и с помощью этого терраформировать. Но перед этим построить вот такие вот штуки, которые нам помогут от них отбиваться. Звучит как хороший план. Плюс шаттлов можно добавить теперь. Насколько-то нам хватит. Вот сейчас 6 добавим в один ангар. Ну, там должно хватить. Вот. Потихонечку людей забирают шаттлы. Вон, подлетают сюда. Я приоритет еще поставил. Не знаю, насколько он работает, если приоритет просто на купол стоит. Ну, 9 человек осталось. Все, сейчас они переедут. Единственное, что с электричеством что-то не очень. Наверное, надо будет еще такую штучку ставить. А, здесь людей не хватает. Вот в чем сложность. Что-то у меня 40 бездомных накопилось. Это я вот так их сейчас переселил. И они что-то бездомными ходят. Ну, давайте тогда построим. Умная квартира. Давайте сюда вас, братишки, заселяем. Прямо вот так вот сделаем. Хорошо. А я какое-то улучшение прокачивал или нет для жилых домов? Я точно его помню. Где это было? Я не знаю. По-моему, что-то такое я видал. Я такой думаю, вот это надо сделать. О, приветливые соседи. Ну, надо будет делать. Двадцатку, правда, стоит. Ну, мы здесь вон, пошли дальше. Что-то открылось нам, да? Позволяет превращать постройки обратно в модули, который можно снова развернуть в другом месте. О, нифига себе. Вот это прикольная тема, кстати. Но, насколько это сейчас актуально, я тоже не уверен. Короче, технологии залетают, потому что они супер дешевые. И это здорово. Это классно. Это нам нравится. Ну, я, наверное, все поизучаю сегодня. Вот такое вот разное. А, возможно, пригодится. Хотя, вот это я не знаю зачем, если честно. Не очень понимаю. Под землей же мы не будем сканировать. Су-шаттлами можно строить под землей. Слушайте, нахрен мне вот это на самом деле. Давайте вот это лучше сделаем. Улучшение астероидного челнока сделаем. Ну, короче, вот это мы сейчас очень быстро изучим. Это нам надо. А купол-то я могу в итоге разобрать? Да, могу. Но я хочу это сделать. Давайте вот это все отключим. Все уберем. То, что нам не надо больше. Ну, нету в нем здесь смысла никакого. Вот эти трубы точно здесь не нужны. Вот это удалим. Здесь все убрано. Ну, не знаю, можно это подключить. Надо ли оно? Тоже непонятно. По-хорошему. Разбирать можно. Можно не разбирать. Мы как-то от этого события немножечко отошли. Поэтому не совсем понимаю, насколько это действительно нужно. Семена, кстати. Семена присутствуют. Все нормально. Успеваем выращивать. Можно разбрасывать или еще один построить. Пускай потихоньку засеивает всем этим добром. Так, где у нас эта штука? Вот здесь. Куда мы тебя хотим-то? Вот сюда, может быть? Где-нибудь здесь тоже, чтобы у нас зелень была. Чтобы у нас зелень была, черт возьми, везде. Ну, можно куда-то сюда приделать, я думаю. Вот сюда, например, да? Но хотя слишком сильно пересекается. Очень странно. А вот это что такое? Это температура или что? Я не очень понимаю. Наверное, да. Наверное, да. Странная фигня. Видите, вот здесь какой-то кусок. Вот здесь какой-то кусок. Ладненько. Давайте просто вот сюда я ее приделаю. Пускай рассеивает. Надо все-таки разобраться с вот этим подземельем. И как сюда ресурсов нормальное количество привезти, да? У нас здесь вот эта вот штучка есть. Я ее, пожалуй, выпилю. Дроны здесь присутствуют. Хорошо. Что я могу сделать? Могу взять склад и построить. Наверное, в каком-то определенном количестве я готов построить даже разные склады. То есть, например, склад железа. Давайте поставим. Ну и, в общем, всякое такое, да? То есть, склад бетона. Короче, по одному складу продовольствия пока не буду ставить. Сейчас мы, наверное, не планируем прям супер сюда заезжать. Хотя, может, и планируем. Можно здесь поезда будет поставить. Да и поедут они работать. Единственное, что надо будет расшаривать все равно, чтобы СУ дронами стояло. И мы, соответственно, могли что-нибудь там где-то посмотреть. Что у нас тут по технологиям получается? Значит, есть еще подпорка. Да, есть еще что? Путь между астероидами. Вот это мне хочется. Вот это мне хочется. Давайте вот это возьмем. Это и на земле, и под землей поможет. Но я не очень понимаю, надо ли мне здесь купол сейчас строить. То есть, я могу, в принципе, наверное, настроить сначала. Попробовать. Потому что у меня с этим все-таки небольшие проблемы есть. Поверхность. Нам нужно, чтобы вот здесь было, например, 10 или там 15 электроники. Да? Да, поговорились. Здесь нам нужно, давайте, 20. Давайте вот так вот, 20 этого, 20 этого. Нужно, чтобы было минимальный уровень. Дроны окей. Бетончика, чтобы тоже поддерживалось в количестве 20. Металл тоже в количестве 20. Но это пока что. Потом будем, соответственно, менять. Ну вот, вроде что-то повезли. Молодцы. Это нам нравится. Протечка очередная. Хрен на нее, на эту протечку. Так, привезти ли мне ракету и отправить ли ее на аномалию? Скорее да, чем нет. Вот это пока не побеждаем почему-то. Не побеждаем. Потому что разжижение атмосферы идет какое-то и уменьшается. То есть надо все-таки здания изучать для этого. Будем чуть позже этим заниматься. Сейчас мы ресурсы довезем вниз. Они вроде начинают ехать. Вроде начинают ехать. И это хорошо. Тем временем я позволю себе построить еще заводов. Потому что я хочу, чтобы у меня было много нахрен этого всего. Вот еще завод электроники. Вот еще завод вот этих вот деталей. И еще бы завод полимеров, наверное, я бы хотел. Вот что я вам скажу. Еще бы я хотел завод полимеров один. Топлива нам теперь точно хватает. Вопросов здесь по этому поводу быть не может. Прямо вот сюда его ставлю. Он к электричеству не дотянулся. К электричеству мы ему в этом помогаем. Я бы, наверное, знаете, как сделал. Я вот здесь что-то накрутил. Зря. Не надо так крутить. Давайте мы здесь поставим им тоже складов. Чтобы они могли самостоятельно брать вот отсюда и далеко не ездить. Мне кажется, это будет намного удобнее, чем кататься постоянно туда. Проводим улучшения по классике. Открываем вторые смены. Пока что только вторые. Посмотрим, как там дело пойдет. Они, наверное, разбегутся. Потом соберутся обратно. Короче, будем глядеть. Будем глядеть. Здесь до сих пор не набили еще полную коробочку людей. Здесь люди есть. А в третьей, наверное, смены пока открывать я не хочу. Давай, игра, сохраняй меня быстрее. Да, все, нормально. Сейчас я думаю, что пойдет какое-то количество ресурсов. Хотим ли мы сейчас строить подземный купол? Наверное, я бы не торопился бы. Все-таки у нас усилитель сигнала пойдет. Какие-нибудь опоры тоже можно, наверное, подкинуть. Так, шаттлы. Вот это все нам надо. Что здесь есть? Теперь вы можете находить на стероидах глубинные месторождения. Улучшение центра анализа данных. Объем данных засол увеличивается на 50. Это у нас увеличивает окно возможности добычи ресурсов на стероидах. Это мы вроде тоже видели. А что у нас дает вот это вот разжижение атмосферы? Или как оно там называется? Я видел этот домик. Вот ты? Искусственное светило. Нет, это не ты. Это что-то другое было. Сейчас я тебя точно обнаружу, потому что я тебя видел. Где-то оно то ли здесь было, но я вроде его не изучал, да? Так, смотрим. Вот это, да, наверное, оно. Ну, скорее всего, оно, только где сам домик? Вот этот, да? Правильно? Генератор магнитного поля слежает. Вот. Вот это нам надо. Стоит дорого, но и хрен с ним. Блин, хочу еще семена поразбрасывать сегодня. Давайте поразбрасываем. Вот сюда куда-нибудь воткну сейчас. Как раз дотягивается прям нормально. Вот так вот одну. И еще одну хочу, черт возьми. Давайте вот сюда куда-нибудь одну приделаем. Например, да? Будет нормально здесь она себя чувствовать. Сейчас электричество только подведем сразу же. Вот семян бы еще хватило. Было бы тоже классно. Держи электричество. Что там, ракета что-то хочет? Ракета хочет улететь. Блин, а я тебя планировал уже не загружать. Ну, ладно. Или что? Или выгрузить? Да выгрузим, наверное. Сейчас, наверное, в приоритете не бабки, все-таки атмосфера. Это нам точно помогает. Так, и еще одну, пожалуйста, такую штукенцию. Мы сейчас куда-нибудь найдем, куда ее поставить. Ну, вот, например, вот сюда бы я бы тебя бахнул, да? Единственное, что чуть повыше тогда. Ну, вот можно оставить вот так. Ну, получается, полетели. Доступно же? Доступно. Ну, наверное, это уже не очень актуально. Не супер помогает. Вот в чем прикол. Поэтому такая тема. Окей, все равно слетаем разочек. Все равно слетаем. Температура уже 51%. Я не знаю, ну, не градус, наверное, и всякое. Просто имеется в виду приближение к нормальной температуре, насколько мы достигли эту цель. Это все копает, это все работает. Ну, вроде охренительно. Вроде мне нравится. Сейчас еще ресурсы попрут. Я в этом не сомневаюсь, потому что все есть, что для этого нужно. Единственное, что количество металла, ну, так, чтобы держать тоже в тысячу, можно будет вот это вот улучшить. А сколько у меня? Слушайте, а у меня 310. Ну-ка, дайте посмотрю. Здесь надо 200. Будет кушать еще электричество. Давайте делаем просто вот что. Мы берем, ставим еще вот эту вот штукенцию. Насколько будет это удобно здесь? Я думаю, что нормально это будет. Опять же, на пересечении куполов. Блин, а дроны здесь не проедут. Ну, придется вот сюда поставить, ничего страшного. Давайте еще под землей попробуем ЦУ поставить, потому что, я думаю, это нормальная идея. Так, а где мы дотягиваемся вообще? Вот здесь, да? То есть, вот это край. Ну, хорошо, договорились. Давайте мы тебя вот сюда поставим. Здесь бетон в целом есть. Не знаю, насколько нам он нужен отсюда, потому что с бетоном вроде проблем нету. Я не понимаю, будут ли здесь месторождения именно вот этих вот кристальчиков. Потому что кристальчики у меня как бы заканчиваются, на самом деле. Я бы хотел какое-то количество получить. Топливо вроде скопилось. Поехали тогда. Грузовых ракет запустим сейчас себе. Блин, нельзя все запустить сразу. Надо обязательно вот так вот, да? Ну, это печально, на самом деле. Ну, надо лифт. Надо лифт. И будет. Тогда нам счастье. Не надо будет ничего нажимать. И будем просто через него торговать. И это будет намного удобнее, чем вот этой фигней заниматься. А что, семян не подвезли? Семена типа кончились? Я вижу 71 единицу. Ну, и в чем проблема? Вот вам семена, пожалуйста. Можете сюда складывать. Я, наверное, все-таки ферму построю, которая будет мне семена выращивать. Я думаю, что это хороший план. Потому что семян не очень хватает. Они, конечно, долго растут, сволочи такие. Ну, да ладно, что уж поделать-то. Где у меня ферма? Это вот здесь? Вообще, какие варианты? Здесь у нас есть или семена, или растения. А можно вот такую ферму попробовать, да? Протестировать просто, как это работает. Тем более, вот здесь не полностью получится застроить этими треугольниками. Давайте тогда попробуем. Одну такую поставим. Стоит, в принципе, вроде как недорого. Давайте две поставим. Ну, чтобы было. И будем тестировать. А, блин, так она выращивает-то фигни. Ну, здесь у овощи какие-то появились, да? Прикольно, прикольно. Микрозелень и всякое такое. Выращивается быстро и мало. Блин, ну, одну единицу в сол. Это смешно, мне кажется. Хотя, с другой стороны, здесь получается, да, сколько? Здесь 5 единиц в 5 солов. То есть, как бы то на то и выходит. Просто меньше места занимает. Ну, хорошо, пускай выращивают нам по единице семян. Пускай будет. Раз уже построили, сносить не очень хочу. Что мы там под землей-то построили? Что-нибудь интересненького? Вроде построили, да? Можем двигаться дальше. То есть, можно освещать, так скажем, дальнейшие туннели. Вот эти все, которые там идут непонятно куда. Источник света. Ну, давай. Давайте сюда приделаем. Посмотрим, что здесь. И такой же мы поставим. Подожди, а мы сюда ничего не поставим. Потому что я только одну построил, да? Ну, логично. Хорошо, давай тогда мы поставим просто еще ЦУ. Еще разочек. Вот тут около лампы. То есть, вот сюда я могу поставить. Или не могу. А здесь некуда ставить. Ну, вот сюда могу, получается. Ну, такое себе, если честно. Ну, да ладно. Ну, вроде все эти штуки заработали, которые я настроил. Они теперь продолжают семена раскидывать. Ну, кто-то продолжает, кто-то только начинает. Потому что семян не хватало. Вроде там поднашли их. Как-то дроны собрали. Не знаю. Еще кто-то. Ну, суть в том, что вроде все нормально. Ракета вторая улетает. Ресурсов здесь уже прям. Посмотрите, сколько у нас. Наверное, все-таки металл я бы хотел увеличить в количестве. Не знаю. Здесь вроде 51 единица на 20 расхода именно. То есть, есть расход, а есть обслуживание. Это немножко разные вещи. То есть, мы в любом случае превышаем на 20. Но такое ощущение, что хочется еще, да? То есть, не знаю. Что-то с этими микросхемами беда. Все остальное, ну, вроде поперло. Вроде пошло. Будем ли мы сейчас вот это делать? Не знаю. Хотя есть 400 уже единиц. Сейчас вроде есть электричество по ночам, которое копится в аккумуляторах. Но пока я, наверное, опять же не буду торопиться. Я лучше вот позволю себе запустить еще одну ракету, которая готова к отлету. Мы дождемся сейчас того момента, как газы парниковые мы импортируем. Да? Ведь это сразу происходит, как только ракета долетает. Или нужно еще сколько-то ждать. Ну, и будем, наверное, заканчивать. Подготовка к подземелью у нас началась. Полным ходом. Да, завершено. Отлично. Каких-то там 29%. Ну, короче, в любом случае, вот эту штучку хотим. И у меня тут как бы все изучилось. Ну, я буду вот это, наверное, всякое разное делать, чтобы у нас это было. А вот это тоже сжигает шлак. Ну, шлак я не хочу тратить. Я лучше бы тратил бы тогда, что здесь? Ржение атмосферы по причине нехватки магнитного поля. Но я не понял. Наверное, все-таки шлак не хочу. Здесь, я так понимаю, просто электричество. Поэтому более удобный это вариант. Ну, все. Давайте на этом будем прощаться. Я думаю, что сегодня много чего сделали. Ресурсы вроде пошли. Немножко с электроникой подразберемся. И будет вообще все отлично. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встречи.